Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Две недели с начала отопительного сезона, но некоторые барнольцы до сих пор мерзнут в квартирах. Президент поручился кратить число проверочных работ, но что об этом думают в школе? Коня на скаку остановит и запрыгнет на него. Международный день пожилого человека. Рассказываем о бабушке Розе, которая живет в глуби горного Алтая. Сутки без воды придется потерпеть жителям большей части Барнаула. Отключение запланировано на воскресенье, 3 октября. Воду отключат в 8 утра до 8 утра 4 октября. Причина работы по замене запорной арматуры. Всего обезвоженными окажутся 35 больниц и поликлиник и 6 учреждений по оказанию экстренной медпомощи. На совещании в мэрии сегодня сообщили, что туда организуют подвоз воды. Процесс не должен прерываться, технологические оказания помощи. Здесь, безусловно, эти учреждения должны быть в приоритете. И контроль должен быть именно на этих учреждениях. Там должен быть беспрерывный поток воды. Кроме того, пациенты находятся в углосуточном социале постоянно. Эта вода должна быть и питьевая, и техническая для проведения каких-то медицинских манипуляций. Ну и точно так же для питания и обеспечения водой пациентов. А всем остальным в водоканале советуют на время проведения ремонтных работ запастись водой. С начала недели в социальных сетях настоящий шквал негатива. Замерзающие барнаульцы жалуются на отсутствие тепла в квартирах. Напомним, отопительный сезон в Край стартовал почти две недели назад. Однако приход тепла во многие многоквартирные дома города задерживается. Почему, разбиралась Валентина Аскерова. Обычно после пробуждения малыши тянутся за вкусняшкой, но не в этом случае. Не успев открыть глаза, годовалый ребенок и его мама тянутся к обогревателям, чтобы хоть как-то согреться. Батареи в квартире холодные. Вот так включаем, да? С 21 числа уже дали отопление, по сути, по всему городу. У нас дом не отапливается. Меня как маму, как жителя этого дома очень беспокоит, так как у меня страдают дети. Они сейчас болеют. Мы не ходим в садик со старшим ребенком, так как мы находимся на справке. У нас очень сильный кашель. Без аппарата для ингаляции уже никуда. В доме холодно и сыро. Обогреватели одеяла уже не спасают. В управляющую компанию жители обращались неоднократно. В управляющую компанию, да, я обращалась не один раз. И по телефону, и через заявление. На все заявления, которые я писала, мне не пришел ни один ответ. Обращалась уже я и в жилищную инспекцию. Тоже молчат. На Гайташкина-Малахова 31 отопление нет нигде. В некоторых квартирах температура едва достигает 14 градусов. На кухне 14. С батареей я могу нагревать максимум 19 градусов. Батарея обогреватель? Да, масляная батарея, небольшая, но она у меня не выключается 24 часа в сутки. Мне просто само по себе это очень тяжело. И спать с ней как-то страшновато. Очень-очень холодно, спим под двумя-тремя одеялами, ходим в носках. И вот, говорю, обогреватель, вот эта ветродуйка, то есть, соответственно, это тоже как бы сейчас намотает электроэнергию. Управляющая компания не реагирует, обещает завтра, ну, кормит нас завтра. У вас лето сейчас там занимается в данный момент? Ну, просто уже почти две недели нет. Ну, если там забивается все песком, прочищает, промывает. Какие сроки примерно подключат ждать отопления? Когда? Я не могу сказать, какие сроки. На начало недели на холод в квартирах жаловались сотни горожан. Буквально вчера на онлайн-конференции министр ЖКХ Евангелев пояснил, что по его информации подача тепла в общую систему теплоснабжения была осуществлена вовремя. Однако некоторые управляющие компании, добавил чиновник, по тем или иным причинам до сих пор не подключили дома. В процессе запуска и в крупной энергетике, и в малой энергетике, когда давление поднимается, а летом, например, система не была заполнена, или параметры увеличиваются по температуре или по давлению, возможны порывы. Они происходят и в процессе запуска. Постоянно. Это, к сожалению, наверное, норма сегодня. Запускаем тепло, обнаружим 2-3 порыва, устраняем. На это время тоже уходит. И, возможно, сегодня, сейчас и по Барнулову где-то нет теплоснабжения. Белье наконец-то у нас сохнет на батареи. Уже все хорошо. В сложности с запуском тепла были и в домах на потоке. Так батареи на Эмилии Алексеевой, 68, потеплели только вчера. До этого почти 2 недели люди замерзали. Куда только не обращались. И в приемную Томенко звонили, и в администрацию, и в управляющую компанию. Дозвониться не могли. Нам все говорили, подождите. Идут ремонтные работы, идут заполнения системы и так далее. 2 недели замерзали. С обогревателями жили. Холодно. Сейчас хоть дали отопление, постирались. Если одни горожане дождались теплого подарка от своего КАД, то жители других домов до сих пор вынуждены греться всеми доступными способами. Кстати, после нашего вопроса диспетчеры управляющей компании запустят ли отопление на Малахова 31 хотя бы к зиме, она бросила трубку. А между тем люди в своих квартирах продолжают мерзнуть и болеть. Почему мы должны страдать? Как собственники, как вообще люди с детьми. Вот для меня это из ряда вон уже. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Заболеваемость коронавирусом в России растет. Сегодня увеличение числа бальных COVID-19 подтвердили и в местном управлении Роспотребнадзора. Специалисты вышли в очередной рейд проверить, помнят ли в торговых центрах о соблюдении масочного режима. Так, в общественном транспорте об этом многие забыли. Анастасия Наборщикова продолжит. Скрытая камера. Два сотрудника Роспотребнадзора покупают под прикрытием пирог с мясом. Еда съедобна, проблема в другом. На лице кассира не хватает маски. Надеть маску на подбородок, значит не сделать этого вовсе. Но претензию проверяющих куда больше в списке. Непонятная жидкость в виде антисептика и чистый пол. Без ограничительных линий. Где у вас разметка? Разметка стерлась. Стерлась? По-моему, я их кинула. Она была, просто, ну, ободралась, ее убрали. Борщица помыла. Теперь пирог с мясом нельзя купить будет вовсе. Магазин закроют, если его владелец не заплатит штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Суду еще предстоит вынести приговор. Мы бы маску не надели. Ну, задыхаюсь, не могу идти с маски. Страшно, что заболеете? Да я уже переболела коровидом. Иначе дела обстоят в магазине по соседству. Здесь сразу у входа те самые маски и антисептик. В запасе его еще 5 литров на складе. Ко всему этому журнал заболевших, куда сотрудники записывают свои 36,6. Сегодня мы проверили несколько предприятий торговли. В некоторых выявили нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность по статье 6.3, часть 2 кодекса об административных правонарушениях. За нарушение придется выплатить штраф. Для граждан это 15 тысяч рублей. Для должностных лиц и ЭП от 50 до 150. А юридическое лицо уже заплатит от 200 до 500 тысяч. Из-за роста заболевших ОРВИ и COVID-19 рейды в магазинах, ТЦ и транспорте продолжаются. Анастасия Наборщикова, Данил Захаров. День с толком. А теперь к теме образования. Президент поручил сократить число контрольных работ в школах. Эксперты уже давно говорят, что проверочных стало слишком много. Якобы школьники только и делают, что постоянно пишут самостоятельные и контрольные. Сегодня мы побывали в обычной барнаульской школе, чтобы услышать все стороны. И учителей, и родителей, и самих учеников. Достаем двойные листочки. Эту фразу, наверное, помнит каждый. Сегодня многие родители считают, что современные школьники слышат ее слишком часто. На днях даже Владимир Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах. По мнению экспертов, это избавит детей от стресса и массового списывания. Сейчас больше, сейчас они чаще. Для ребенка это стресс. И они даже, бывает, не понимают, что они писали. Лучше бы это была контрольная раз в неделю, но она была бы затронута больше тем, или она была бы большая, чем их много маленьких. В неделю у нас проводится от одной до максимума трех, скорее всего, контрольных работ. В основном у нас весь пройденный материал, он закрепляется на уроках, и сразу проводятся какие-то проверочные работы, и, в принципе, контрольных работ у нас не так много. Мнения расходятся, но для педагогов контрольная работа – это возможность понять, усвоен ли материал, у кого какие пробелы в знаниях. При этом в Барнаульской школе номер 53 нам пояснили, что учитель не устраивает проверочные по настроению. Контрольные работы не проводятся учителям хаотично. Все контрольные работы включены в рабочую программу по предметам, которая составляется, безусловно, учителя. Но эта рабочая программа учителя-предметника, она разрабатывается на основе примерной программы, которая рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации. И тут же нам объяснили, проведение контрольных работ регулируется санитарными нормами. Например, не больше одной контрольной в неделю по каждому предмету. Даже указаны специальные часы, когда лучше всего проводить срез знаний. Это второй, третий или четвертый урок. Отступать от этих требований школы не могут. При этом часто и дети, и родители путают самостоятельные работы с контрольными. Допустим, я так делаю. У нас сегодня самостоятельная работа, но с возможностью задавать вопросы. То есть ребенок сразу, возник у него вопрос при самостоятельной работе, и он этот вопрос может решить сразу. Потому что если мы будем сообща все время делать что-то, ребенок, у него нет самостоятельности. Самостоятельная работа, она приучает его к этой самостоятельности и возможности самому в это окунуться, самому попробовать что-то делать. Нужно, чтобы у детей была заинтересованность, самоконтроль и эти работы, они необходимы нам, чтобы нам контролировать, видеть пробелы, какие у детей. К сожалению, сейчас у молодого поколения кратковременная память и тесты нужны для того, чтобы запомнить даты и терминологию, а без этого нам никак не сдать экзамен. Тем временем Рособранадзор и Министерство просвещения должны в ближайшее время подготовить план по сокращению контрольных. Президент ждет доклад к июлю следующего года. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Жителюбийска Дмитрию Ильянову срочно требуется дорогостоящая операция. У 24-летнего парня злокачественное заболевание крови и костного мозга. Ранее Дмитрий уже проходил лечение, но неделю назад болезнь вернулась. Однако продолжить лечение в России он не может, поскольку у нас нет необходимых качественных препаратов. Пациента из Наукограда готовы принять в турецкой клинике, провести химиотерапию, пересадку донорского костного мозга. Но на это требуется в общей сложности 140 тысяч долларов. Это более 10 миллионов рублей. Для семьи парня это неподъемная сумма. При этом времени остается мало. С каждым днем болезнь прогрессирует. Бечане обращаются за помощью. Отправить любую сумму можно на карту дедушки Дмитрия. Ее номер на ваших экранах. В свои 68 она легко остановит коня на скаку и даже уверенно запрыгнет в седло. С бабушкой-пастухом наши журналисты познакомились по дороге в национальный парк Саилюгемский в республике Алтай. Однако история женщины, которая живет в одиноком доме среди гор, без связи и практически без электричества, заслуживает отдельного рассказа. Особенно в Международный день пожилого человека. Не приметить бабушку, уверенно сидящую на коне, сложно. Особенно если ни одной живой души вокруг нет. Не считая стада коров и овец. Встреча с Розой Ивановой была неожиданностью как для нас, журналистов, направляющихся на съемки в Саилюгемский нацпарк, так и для нее. Поэтому, увидев камеру, она, как и любая женщина, смутилась. Меня увлите знакомые. Ой, как в глаза, обед не расскажут. А встретиться с глазу на глаз здесь и не с кем. В урочище Чаган-Бургазы всего три дома. Два из них – летние стоянки чабанов или пастухов. В третьем – почти всю свою сознательную жизнь живет бабушка Роза. Еще с мужем она разводила коров и овец, но когда его не стало, а старшие дети выросли и уехали, все хозяйство легло на плечи женщины и младшей дочери. Поэтому трудиться приходится с утра до заката солнца. Сотовой связи здесь практически нет. Электричество получают от солнечной батареи. Печь топится кизяком, а прежде чем заварить чай, воду нужно принести из речки. Но даже в таких условиях баба Роза продолжает радоваться жизни. До ближайшего села Кушагач больше 40 километров. Туда женщина ездит за продуктами и чаще за овощами, потому что на каменистых склонах ничего не растет. Добраться до райцентра помогают сотрудники нацпарка. А вот переезжать туда она совсем баба Роза не хочет. Мечта у нее другая – прожить как можно дольше в родном доме. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Профессионалы-кондитеры из Санкт-Петербурга сегодня продемонстрировали уникальные технологии приготовления выпечки студентам технического вуза. Практика сейчас неотъемлемая часть обучения. Ведь попадая на производство, выпускники должны быть готовы ко всему. Кексы будущих кондитеров попробовала и наша съемочная группа. Если температура будет меньше 20, то процесс брожения будет замедлен. Дрожьи себя чувствуют некомфортно, поэтому мы все знаем, что такие температуры очень редко используются во время обычной технологии шоколада. Чтобы передать профессиональный опыт, в вуз прибыли не только местные пекари и кондитеры, но и гости из северной столицы. В пищевой лаборатории готовили капкейки, сладкие кексы с добавлением шоколада. Рецептура, говорят студенты, максимально проста. Выпечку уровня кондитерских можно приготовить даже в домашних условиях. Мы смешивали муку, яйца, глазурь, воду, естественно, соль, сахар. Все это замешивали, добавляли, ну, вовнутрь можно добавить все, что угодно по вкусу. И высыпали, выкладывали формочки, отправляли выпекать в печь. Но помимо доступных рецептов, в ходе мастер-класса студентов знакомили и с профессиональными технологиями. К примеру, с выпечкой хлеба из мультизерновых смесей. Мультизерновые смеси содержатся в своем составе зерно различных лимонных культур. Личемлень, овес, например, или и отруби также содержат. Эта продукция отличается высоким содержанием пищевых молоток и является продукцией здорового питания. Однако такой опыт полезен не только для здоровья, но и для трудоустройства студентов. Знания новых технологий, например, производство выпечки с ароматом дыма или вкусом арбуза, говорит преподаватель, ценится работодателями. А для самих студентов мастер-класс – это еще и возможность выбрать тему для дипломной работы. Дипломы будут делать, и им это многое даст для того, чтобы выполнить диплом, конечно. Они, возможно, даже могут тему здесь себе выбрать из трех столов разных. Может, кто-то хлеб вдруг захочет выпечь, кто-то вон глазу сделает интересное на дипломе. Все что угодно может быть. Такие мастер-классы проходят ежегодно и по разным тематикам уже в течение пяти лет. Останавливаться преподаватели и профессионалы своего дела не планируют. Так что ценный рабочий опыт студенты смогут получить еще во время обучения. А результат сегодняшнего мастер-класса, по крайней мере, нас поразил. Кексы студентов оказались гораздо вкуснее тех, что мы пробовали раньше. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Встать в выходной с дивана и прогуляться с пользой для здоровья предлагает всем барнаульцам лыжница Ольга Сементина. Сама она уже не первый год занимается пропагандой ходьбы, в том числе скандинавской. Если вы думаете, что я прямо сейчас просто иду и говорю вам какие-то слова, то вы, к сожалению, ошибаетесь. Прямо сейчас я занимаюсь физической культурой. Да, ходьба – это самый доступный вид физической нагрузки. Если вы выйдете на пару остановок пораньше и пройдетесь пешком или дойдете до магазина, не используя автомобиль, вы уже практически спортсмен. Да, ходьба – это хорошая физическая нагрузка. К примеру, экс-участница Олимпийских игр по лыжным гонкам Ольга Сементина ежедневно выходит в лес и просто там гуляет. Иногда и пару часов наслаждается свежим воздухом. Для большей полезности используют такой вид ходьбы, как скандинавская. Ольга даже проводит тренировки в парке для всех желающих. На самом деле я бы рекомендовала, в принципе, ну очень многим им заниматься, особенно тем, кто только начинает. То есть у кого низкий уровень тренированности, либо большой вес палочки, нам добавляют дополнительные группы мышц, мы включаем. Естественно, это и калории больше тратим, и физическую нагрузку, кислородный мен больше. В общем, одни плюсы. Есть еще и другие плюсы скандинавской ходьбы. Как нам рассказала главный врач Центра общественного здоровья Татьяна Репкина, заниматься скандинавской ходьбой может любой желающий, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Низкая физическая активность, гиподинамия относится к одному из важных факторов риска, который вызывает ранние сердечно-сосудистые заболевания, увеличивает количество пациентов с избыточным весом и ожирением. Простыми словами, скандинавская ходьба – это минимальная, но такая важная нагрузка для организма. И если вы ею заинтересовались, то смотрите краткий курс обучения скандинавской ходьбе. Палочки нужны для скандинавской ходьбы, нужно палочки выбрать высотой, вот чтобы прямой угол был. По технике самое главное, чтобы нам включить трицепс, нам нужно руку в локтевом суставе обязательно разогнуть. То есть большая ошибка, всегда все идут, просто руку выдвигают и вот такое движение, либо локоть назад уводят. А что касается ног, это нужно закончить в конце движения, то есть как бы выдавить, ну выдавить, то есть выпрямить ногу до конца. При обычной ходьбе мы этого не делаем, да, просто она такая у нас согнутая в конце остается. При скандинавской ходьбе выдавливаем, тогда у нас ягодичная задняя поверхность бедра и икроножная все подключается. Так что самый простой способ поддерживать свое здоровье, просто ходить, используя разные техники. Кстати, впервые день ходьбы в стране отметили в 2015 году. Тогда был целый спортивный марафон. Эстафетную палочку друг другу передавали 11 городов в течение 11 часов. К сожалению, массовых мероприятий по случаю праздника в этом году не запланировано, но ведь каждый может одеться по-спортивному, взять палки в руки и отправиться в лес отмечать день ходьбы. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Ходите и вы. Завтра в России официальный праздник день ходьбы. А у меня на этом все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эвалар. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует.